Музыка Хеллоу, дорогие зрители и подписчики канала НТВ. Меня зовут Кули Бадам. Как? Да, вы не ослышались. Существует такое редкое имя в мире. Представляю вам новую рубрику про маркетинг. И называется он Маркетолог Хон. Да, должно быть узбекское имя в маркетинге, верно? Актуальность этой темы возникла в связи с тем, что в последнее время стало очень модным изучением маркетинга в нашей стране. Соответственно, стали появляться объявления о поиске маркетологов в просторах социальных сетей и утоныш-баляющих. Мне даже часто знакомые задают вопрос. Вот ты обучилась на маркетологах? Что же это за профессия? Но иногда даже тот, кто ищет такого специалиста и тот, кто является таким специалистом, не до конца понимает общие требования, полезности и функционалы. Мне кажется, это связано в связи с тем, что в университетах в процессе подачи лекции это очень много сложных терминов, необъяснимых, непонятных, что во время таких лекций студенты даже засыпают. Проблема в том, что большинство даже делают ошибки в произношении. Запоминаем, не маркетинг. Маркетинг. Правда, допускается возможность использования и первого варианта. Поэтому, если вы студент, начинающий маркетолог или просто человек, которому интересно что-то новое, тогда садитесь поудобнее или стойте так, чтобы не упасть. Будет интересно. Ничего не существует без истории. Перед тем, как к чему-нибудь появиться, обязательно рождается человек, который дает этому имя и свою теорию продвигает на рынок. Вот этого человека знаете? Он мой дедушка. Вру-вру. Это Филипп Котлер. О маркетинге, как об отдельной науке, впервые заговорил Филипп Котлер. И мое знакомство с маркетингом началось именно с книги Филиппа Котлера «Основы маркетинга», где он дает определение маркетингу как вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребности посредством обмена. Но прежде чем вам разобраться во всех тонкостях и элементах маркетинга, придется прочесть еще 500 страниц книги. Существуют и другие гуру маркетинга, но о них поговорим в следующих выпусках. На сегодняшний день в мире существует порядка 4099 определений о том, что такое маркетинг. Знакома такая комбинация цифр. Это тоже маркетинг, ценовой. Обращая внимание, что для многих маркетинг – это всего лишь реклама, но на самом деле это не так. Маркетинг, так же, как и таблица Менделеева, богата различными элементами и направлениями. Все-все-все-все, хватит истории, давайте поговорим уже о конкретных вещах. Испанская компания Чупа-Чупс. Как говорила ранее, у всего есть свои лица. Концепт придумал Энрик Бернат, а дизайн логотипа – Сальвадор Дали. Задумывались ли вы, как возникает тот или иной продукт? История создания носит интересный ситуационный анализ. 1958 год. Проблема лежала в том, что родители сильно беспокоились за пачканной одеждой и липкие руки детей после употребления карамельных сладостей. Чтобы решить эту проблему, была разработана идея конфет на палочке, служащей неким подобием вилки. Название настолько вписалось в сознание родителей, что иногда при просьбе детей о конфетах на палочке, они почему-то покупали им хуроскант. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно, потому что в следующих выпусках я вам расскажу о новых гуру маркетинга и о интересных маркетинговых фишках. Только у меня остается один вопрос. Есть ли маркетинг в Узбекистане? Жду ваших ответов под комментарием к этому видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»